Здравствуйте, мои хорошие! Желаю мира и приятного... Ты вниз опусти! Желаю мира и приятного просмотра! С вами Цкоборовский и сегодня мы планируем вместе с моей мамой сходить... Куда мы планируем сходить? Купить мне на телефон. В торговый центр, в общем, сходим, может быть какие-то киоски, надо планшет, ой, планшет, говорю, чехол, потом стекло, короче, симку надо поменять. В общем, сейчас я буду доедать свой супчик. Доедай. И будем идти. Косточки тут с индюшатины, я покупала суповой набор. Вкусно? Нормально. Там и мяско много есть. Шо, как тебе телефон? Вчера мама сидела в ютубике там, да? Или где? Да. Так я хочу сказать, у меня вчера, честно, был шок. Я вчера еще не могла сообразить, только сегодня дошла, что это такой телефон крутой. Самый крутой. Я научусь, да, научусь что-то в нем делать. И буду снимать ролики. И что-то интересное буду снимать. И не просто так буду снимать. Вот. Так что, давай, доедай супчик. И, ребят, там... В общем, держи. Потом... Ты уже доел? Это гороховый супчик. Там чуть-чуть осталось уже. Доедай, да пойдем. Ребят, сейчас, короче, будем обуваться и выдвигаться в торговый центр. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас стекла клеите на айфоны? А сколько стоит? Какой он? Икс-эс. 480-8. Ага, давайте. 480-8. Нормально? Стеклышко, да? Да, стеклышко. Ну и можешь посмотреть чехлы. Давай тогда телефон, пусть пока клеит человек. А мы, может, по чехол посмотрим. А где у вас именно айфоны? Вот тут, да? Вот это икс-эс, да? Ага. А вот это икс-эс. Ну икс, икс-эс. Икс-эс они, ага. Хорошо. Сейчас будем смотреть. Давай телефон. Хорошо, у меня будут вот эту штучку снимать. Да, да, эту штучку будут снимать. О, вот это там пальчики будут. Давай, не будут пальчиком, не бойся. Может, не надо ее снимать? Надо снимать. Аккуратно сейчас все будет. Не бойся. Ну, там у меня планшет такой весь уже в пальчиках. Ну, тут сейчас мы наклеим стекло, и не будет пальчиков. Смотри, вот есть разные чехлы. Я хочу только с ушками лисичку хочу. Ты серьезно? Да. Ну, он же детский, мама. Нет, почему детский? Так удобно за ушко взял. Ну, смотри. Вот, смотри, хорошие чехлы есть по 500 гривен. Они стандартные. Особо бросаться не будут. Ну, хочешь с ушками, но... Нет, мне надо с ушками. Ты серьезно? Конечно, мне чтоб достать. А то, как я возьму, оно там везде выключается. Касаюсь пальчиком, оно что-то вот так. А так за ушко будет. Ты прям схватилась за этот чехол и все, да? Да, я хочу лисичку. Ну, быстрейки, тут все. Они разного цвета. А, вот, видишь, тут еще есть. Одна, да. Такая розовая. А он подойдет нам еще? Подойдет, да, это же написано вот. А ну, посмотри. А там написано X. Вот, смотри, еще есть. И вот еще такой. Нет, это уже другой. На этот, ну, твой телефон не подойдет. Вот, блин, и что именно розовый? Так что? Какой-нибудь коричневатый взяла или я? Ну, с коричневатых так вот есть. Есть целый ряд. Нет, я хотела именно такую лисичку. Или это котик? Это котик. Я хотела такого. Это вроде ребенку берем чехол. Да нет, он удобный. Вот за ушко потянул и все. Это супер. Ну, он, кстати, силиконовый, в принципе. А ты потянул. Это тоже, наверное. Это, возможно, пластик. Давай примерим потом, когда поклеят. А он наденет. Ну, если пока можешь посмотреть. Это моя мечта такой с ушками. Я тебя буду за ушко вот так брать. Видишь как? Ну, ладно. Это на мой телефон, да, смотри? Да. Ух ты. Смотри. Ну, тебя же мама необыкновенный человек. Ну, да, хорошо. Все наклеили? Да. О, вообще быстро. Видишь, посмотри теперь стекло там. А, кстати, и камера не будет цепляться. Котик, да. О, супер поклейка. А то мне как поклеили на телефон. Смотрите, я вам серьезно покажу. Он уже обдерзся, но тут по бокам вот белые все время. Вот, видите? Я понял. Я не знаю, почему так. Это на весь экран стекло. Да, он уже... Ну, смотри, Зая, я последний забрала. Да. А у тебя не хватит больше. А вон еще есть. То что же она такая? Нет, ты уже видишь, он на другой телефон. Тут же вот камера. Сейчас будем такие закажете, потому что с ушками очень удобно. Так, сколько с нас? Спасибо. Ой, как вам красиво смотрится. Ну, кстати, да. Да, хорошо. Ага. Так, давай. Положи. Так, сколько с нас? 626. Ого. Ну, ничего, это хорошо. Эльфер будет таким телефончиком. Так, 700. Довольно? Да. Я буду ногти таким цветом красить. А то я сегодня плавала целый час. У меня ногти облезли в Днепре. Все, почти сейчас. Не будем отвлекать? Они уже две недели сидели. А, кстати, я думаю, что не было. Не подскажете, где можно обрезать? Эээ, в торговом центре. В торговом центре, да? 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 Ага. Ага, все, пошли тогда. Там дальше. Все, хорошо, Дявол, спасибо. И вон красненький такой. Ну, я пойду одет розовенький, пошли. Да. Все, спасибо. Ну, что, ты довольна? Ну, ты такой чехол выбрал. Я не хотела с ушками. Я думаю, вот приду, а там их нету. Представь, мне так удобно просто. Вот взял. Ты лучше так не бери, а то он выпадет. Не выпадет он, у меня не выпадет, нет. Я уже один телефон разбила. Это мой третий в жизни телефон. Ну, первый, вот это дорогой. А то у меня вот этот. У тебя была жабка первая, да? Да, у меня была жабка бэушная. А то мне батя купил, то его там друзья продавали, короче. И он мне купил, и мне понравился этот телефон. Ну, он уже у людей был, не знаю, сколько лет. Лет шесть, наверное. А потом захотели продать. Так, подожди-ка, я посмотрю, забрал ли я кошелек. Не оставил ли я там? Нет, все есть. Забрал все. Ну, у тебя прям модный чехол. Вот, мне такой потом купили за 800 гривен. Ага. Он мне 10 лет уже. Да? Я тоже его берегу. А ну-ка, покажи, по диаметру, насколько она сильно отличается. Ага, ну да, отличается. Наверное, в раз за три. Да. Ну что, пошли тогда симку еще обрежем. Вообще-то нам надо было бы к оператору сходить именно. Если, а конечно, они там работают, это надо в Dream идти. В Live. Оператор, чтобы он не сюда. Ну, типа, чтобы поменяли симку, да. Там они просто бесплатно меняют. У меня кнопочки высветились. Ну все, нажми удалить и все. Это пин-код, либо пин-код можно вводить, либо просто... Отменить вот это начать. Вот, отмена, да. Все. Блокируй тогда, пошли искать, где нам сейчас... Вот это блокируй? Обрежут симку. Вот это блокируй? Вот я нажимаю, она нажимает? Да, нажимай. И она сразу, видишь, темненькая, все. Ложи в сумочку. Я даже не нажимала, но саму выключила. Угу. Я сейчас еще хочу вот в это померить. Куда? Да, дойдем, чтобы люди. Хочу в эту сумочку померить. Все, влазит? Да. Не влазит. Да не влазит. Нет, другую сумочку надо. Ну что, я другую найду. У меня там много таких, это, на секунди брала. Угу. Она вообще копейки стоит. Не то, что дорого на базаре. Ну да. Наперезай, по чем доллар. 25,20. Да? О, а батя просил, ты карточку взял или нет? Не, не взял. Я не взяла. Жалко. Да ладно. Он же просил ему денежку снять. А, вот, видишь, 50 доллар. Вижу, вижу. Упал он, у нас сильно. 25,20. Да? Все, пошли. Туда пойдем? Да. У нас тут новый магазин открылся. Мы сейчас покажем. О, кстати, они мне пишут в комментариях. По поводу еще. На том ролике, где мы снимали Турцию. Что в Барнауле, да. В Барнауле в нас стреляли с тетей и дядей. Нет, это в Киеве стреляли. Я в Киев когда приехала. Это у нас под подъездом она рассказывала. Под подъездом в Киеве, да. И стреляли с 8 или с 9 этажа. С высока на нас стреляли. А это в Киеве у нас в доме под лавочкой. Либо я все равно посмотрю. Прямо под домом. И в Барнауле привет. Они подумали, что в Барнауле за нас стреляли. Надо договаривать просто. Бывает, знаешь, высказываешься и не полностью высказывался. Да, да. Ну пусть извиняют. Но я говорю, что это в Киеве на нас стреляли. Так, там вообще-то выход. Я уже боюсь, ты понимаешь, люди стреляют. Может мне купить пистолет. Я же вообще в детстве в тире выросла. А зачем тебе пистолет? Ну, просто... Для самозащиты? Да, я спу... Нет, для самозащиты, ребят, это лучшее средство, это газовые баллоны. А ты никого не убьешь и по сути тебя в тюрьму не посадят. Понятно, что стрелять не будешь. Кстати, я когда телефон покупал, мне там стекло говорили 1100. Ну, там, наверное, оригинальное. Хотя это тоже пойдет. Поняла? Ну да, я же не буду вонять. Ну, понятно. Так, в общем, мы хотели симку обрезать. А вот еще есть. Это Киев Стар, видишь? А у нас лайв. Не то пальто. Это ж у тебя Киев Стар остается в том телефоне. В общем, короче, мы сейчас ищем, где нам симку обрезать. Там аксессуары. Нет, там не подходит. Надо, наверное, в дрим идти. В общем, погнали, наверное, туда. В общем, найдем, где обрезать, тогда и включимся, да? Ой, вчера хотела тебе рассказать. И ребяткам расскажу. Вчера у нас была дискотека. Где? Дома. Батя понял, что это ж у меня такой дорогой телефон появился. Ему минус. А он же не будет тратиться на меня. Давай отойдем, а ты любишь. А получается, что ты ж купил мне? Ну да. Он включил компьютер, музыку. Так. И ходит веселенький. А я же танцовываю. Я так умею танцовать. Классно. Потом когда-то покажу ребяткам. А я танцевала. Ох. Телефон же есть. Да. Теперь главное его не потерять. Пошли за мной. Он еще и обзор снимал своим мужикам на работу. Показывал телефон. О, надо ребяткам показать. Да, ребят, если хотите, мы сейчас вот тут вставим вам видос, как батя делал обзор на телефон. Конечно, строго не судите. Да. Ну, у нас, я хочу сказать, ребяткам, у нас батя брутальный. Брутальный мужчинка. Поэтому есть много таких мужчинок. Ну, это же мужчины. Поэтому он там немножко выражается. Да, жесткий он. Капец. Лучше мужчин вставляем. Аккуратно. Сейчас будет мат и его обзор. Он скид, скид. Так не седовал вроде. Короче, тогда мы сейчас там включаем. В общем, вы смотрите, а мы пока пойдем найдем магазином карточку обрежет. Так, смотрим, что это за айфон. Так, взял. Как его, блядь, на работу брати, блядь? Не знаю, Юрец. 12, 21, блядь. Стоит, блядь, 35 штук, блядь. Так. Симку обрезать надо поставить, еще, блядь. На одну, блядь. Что тут пишет, блядь? Надо лицо, блядь. Пока не знаю, что с ним работаете, блядь. Трохи пьяный, блядь. Не могу понять, что с ним работаете, блядь. Найшов телефон на свой голову, блядь. Приду на работу, поговорим о, блядь. Ой. А, да, да, можно тут поменять. И старый лист, давай. Ниж тоже такой у нее, наверное, с ушками, назовите. А, кстати, да, похожий чехол. Не, у него без ушек, у меня с ушками. Хочется, ты вот такие, видите, на всякие штучки. Вон, видишь, почем гривень. Это ремень, это не часы. А еще есть часы? Давай посмотрим, что это такое, ремень Xiaomi. Ага, сюда деваются еще часы, видишь? Ага, да, да. Это чистый ремешок. Хорошо, так сейчас нам поменять симку, видишь? Угу. Ты не взяла булавку? А-а. А как мы откроем телефон? А что, у них нет? Не знаю, спросишь. В общем, уже админ карточки стоят 500 гривен. А у вас есть булавочка, что? Да, булавочка. Ага. Это скрепка, что ли? Угу. Чтобы она телефон не поцарапает. Не поцарапай телефон, не бойся. Ну тут над столиком. Не бойся, все нормально открыл. Пластиковая держатель сохраняйте. Сим-карту я вам ставила обратно в телефон. Вот. Тут номеров никаких не будет. Будет на старой сим-карте. Будете смотреть, либо потом перепишет. Ага, все. Понятно. Да, спасибо большое. Да, нет, спасибо. В общем, а что он не разблокировался, когда я подносил к тебе к лицу? А ну, поднеси. Ну, уже разблокировался. Разблокировался? Да. Вот. А что ты тогда не подносишь? Как ты вот так подносила, как-то вот так, криво? Пошли. Ну, эта система тут такая. Да. Чтобы никто не... Ну, ты же уже пользовалась целый день. Ты уже должна понимать. Когда ты научишься им пользоваться? Ой, Зайк. Я же очки одену. И в очках тогда. Ага. Там я там, ну, вижу, но плохо. В общем, теперь, кстати, стоит, чтобы сим-карту поменять, 50 гривен. Раньше такая функция была бесплатная. Ну, как бы время идет, все меняется. Да, и там уже ремонт у нас нету, видишь? Да, супермаркет был, я там когда-то обзор делал на него. Кстати, теперь, я думаю, что надо сходить и отметить это все. Так что, пошли сходим в ресторан. Ой, Зайчик, ты не надо тратиться. Хватит. Ты мне и так сколько... Чего? Надо отпраздновать вот эту вот красоту твою. Еще и сегодня столько мне заплатил. Да и ничего не надо праздновать. Пошли. В общем, ребят, короче, мы сейчас пойдемте... В общем, сейчас мы найдем какое-то заведение, где можно будет посидеть, покушать. И там уже, ребят, включимся. Короче, пришли в Дримтаун. Посмотрите, как змея лазит по стенке. Ближе, ближе. А я снимаю. Смотри, как она по стенке лазит. Она, видишь, максимум верх не может... А, может, посмотри. А до какого размера он вылезет? А, видишь, он падает, он скользкий, походу. Да. Ну, а так они вообще по деревьям умеют лазить. И вот он еще. Он такой здоровый, да, да. Красавец. Ну, это же, типа, видишь, как реклама, чтобы в зоопарк пойти. Хочешь в зоопарк? Хочу. Ну, это же долго времени займет, наверное. Пойдем? В другой раз. И зайчиком снимем. Ну, хорошо, в другой раз, окей. В другой раз. Смотри, какая змеючка, да? Ага. Такой, он лезет, он хочет выбраться отсюда. Ой, умничка, язычок показала. Я же мимо не могу пройти. Какой он классный вообще. Покормить бы его, то только нельзя, да? Мышку ему кинуть какую-то. Ну, да, они же кормят их, наверное, чем-то там. Смотри, упал. Блин, мне его жалко, он так шлепнулся, да? Ему не болен, а он же на свое тело упал. Он, походу, видишь, в шоке, что... Что ты делаешь? Я его люблю. Я вообще змей боюсь, но это же, это же, понятно. А прикиньше, если стекло пропадет? Под стекло. Глазки красные. Да? Ладно, идем? Да хватит на него любоваться. Обожаю. Желтенький, таких же редко встретишь, да? Что, пошли? Да, мой хорошенький. Покушаем. Пусть тебе лазит, пусть кто-то еще посмотрит. Ой, как классно, да. Пошли. Пошли. Сейчас пойдем покушаем. Да, потом поедем мы там еще в парк, я хочу. Вот, гостиная Грузия. Давай узнаем, мы ставили, есть здесь свободные, покушаем. Ой, может, мы не пойдем туда. Пошли, пошли. Здравствуйте. А у вас есть свободные места? Любой свободный. Ага, спасибо. Смотри, как твоя мама разбирается. Это натуральная, вот овчинка. Это же валяние. Посмотри, стоит в валенках стоит. Вот это, как оно, валяние, валяние. Такая панечка. Красивый заяц, да, я не спорю. Да, он еще не пил. А здесь она сумечная стоит. Ой, даже продаются. Смотри, ага. Вот себец такой. Как он называется? Это ручная работа, да, из вовны, вот, видишь, валяние ручное. Купить тебе такого? не надо я такое хотела научиться сделать я шью я просто показать хочу ребят консона вон красивая вот такой же это побольше он в валенках стоит пошли пошли потрясаю ты меня завел сюда тут интересно интересно либо пошли вот там дальше вот там вообще будет шикарно садись ага спасибо на первой страничке у нас наше 850 на двоих если вы хотите попробовать по чуть-чуть из наших самых популярных блюд пожалуйста и два пополовина наш в пенкале есть с келятиной со свининой серзелин баранина давайте свинина да со свининой цыпленок а че со свининой с этим с барашком ну давайте с бараниной давай с бараниной что как тебе здесь мне так понравились вот эти возле входа барашки атмосфера за не так покушать как побалдеть здравствуйте так тебе барашки да барашки понравились и я венца выпью для настроения попробую грузинское вино у меня кстати домашнее но я же не могу оттуда достать в коридоре у нас у бабушки и тетя таня оттуда с трубочки достает вода вытягивает подсасывает а я не умею в общем будем ждать заказ а ну как долго пока нам приготовят и будем праздновать хорошо ой да я сейчас венцом венцом примочу чуть-чуть а потом приду домой буду радоваться ждем туда ребят заказ когда в общем нам уже принесли сок и маме принесли бокал вина в этом два бокала вина а меня тут угостили вот такое угощение принесли как они называются сильные палочки вот сырок из клубничкой попробуем тут добрый вкусно вкусно вот что сладкая прикольно вообще вкусняшка крутящая да вкусно очень нравится вот это грузины умеют делать вкусно да да у меня такое настояние что я даже и кушать не хочу ну и съем ребят в общем нам принесли хачапури вот такой вот несколько кусочков и самое главное самое главное я уже съела знаешь как они называются сильные палочки как они называются вот давай попробуем посреди нездоровые знаешь что тут как их правильно есть берешь за вот эту вот штучку и она не естся все съедается вот это не если это сырое это сырое тесто есть определенные правила вот так вот бери это у нас баранина это мне наверно уже не полезет ну давай стока палочек съела с повидлом еще венцо вот телефон приливаем туда не разби бокальчик смотри какой он классный еще не обпилась в общем заценим сейчас вот эти вот пинкали вкусно тут очень много этого сока он вкусный я тебе говорила что бить с барашкой только вытекает немного они очень горячие надо подождать не спеши когда я последний раз был здесь то мы заказывали хинкали только были другие хинкали именно с бараниной я не ел это для меня что-то новое ну как бы классные они очень сочные рада немного подождать чтобы они остыли это можно кушать в общем ребят такие его одну а потому что они такие заворожить две твои а две мои вот так же сырных палочек затащила мне принесли и тебе принесли в общем давай выпьем за твой телефон ребятки у меня сынок хороший я всем желаю такого сынишку у меня была только надежда я жила сколько сколько жила мечтала когда он будет у меня такой хороший уменький поэтому желаю вам тоже хороших сыновей в общем у мамы уже появился инстаграм и там вышла фотография одна может быть даже уже несколько я не знаю просто переходите ссылка вот тут вот сейчас будет на экране подписывайтесь на нее не надо спойлерить они перейдут посмотрят и подпишется и ребят у меня тоже есть свой инстаграм где я публикую точно также свои фотографии и выхожу в трансляции когда у меня есть свободное время так что переходите подписывайтесь на меня также в общем мы будем сидеть праздновать вам всем спасибо за внимание что посмотрели этот видеоролик в общем до новых встреч ребят там показать смотри в киеве людей мало а тут вон смотри сколько людей сидят но причем это обед считай обед да точнее какой обед уже четыре часа и как он называется куда ты мне привел грузинский ресторан да иди всем ребят сидят которых я очень люблю я у меня только туда глаза торчат он там они сидят я вижу они все сидят в мобильных телефонах и теперь ты будешь сидеть мобильных телефонах будешь учиться и за тебя выпьем за то что ты сидела в телефоне и уже нормально публиковала фотографии научилась снимать и тоже публиковать все ребят всем пока вкусно это не то что на улице продают ну конечно совсем другое когда-то на улице покупала там грузинская какая-то выпечка ну где там сколько сыра а сколько сыра реально прилично я за этот набор заплатил 569 таки постри сколько всего да так это целая бутылка вина пол бутылки даже да вот столько было одно вино такое вкусно а я когда ребятки выпью чуть-чуть мне хочется спать вот а у серёжки камера такая что каждый день показывает меня веселую вроде бы я буквально пишут что мама бухает я наоборот это они шутки гонят им же надо где-то шутки ну так я рассказываю секреты я пью только раз на новый год и то если мне кто-то откроет шампанское а тут уже вино было в комплекте поэтому я уже наслаждаюсь грузинским вином я бы так его не купила но оно настоящее вкусное а вот это тоже настоящее горячая зая спасибо тебе большое у меня слов нет я буду одну лепешку есть да ты будешь то есть я люблю молочко я уже просто наелся ребят всем же ребят пока